Вот и лето прошло, вот и лето прошло. Друзья, перед съемочкой выпил горячий капучино, съел бутерброд с рыбкой. Настроение потрясающее. На улице прохладно, руки мерзнут, но тем не менее. На дворе у нас что? На дворе у нас день воскресный, день чудесный. Прямо сейчас вы находитесь дома, в кругу вашей семьи наверняка завтракаете. Шикарно, шикарно, друзья, живем. А мы находимся в одном из интересных райончиков в Москве, где строится, я бы сказал, целый город внутри города. Сюда меня пригласил один из жителей жилого комплекса, который сегодня нам расскажет, где мы, что здесь хорошего, что здесь плохого, какие у этого района плюсы-минусы, как он сюда переехал. В общем, друзья, будет настоящая жизненная история. Все как вы любите, поэтому присаживайтесь поудобнее. Прямо сейчас я вас с ним познакомлю, и мы вам покажем все в деталях. Я думаю, этот ролик вам понравится. Сходу ставьте лайк, а мы переходим к делу. Пойдемте смотреть новый район. Ребята, ознакомьтесь, Юрий, глава семьи. Сегодня даст комментарий ваша супруга. Юр, 37 лет. Да. Раньше ты проживал в Некрасовке. Да. На сегодняшний день ты проживаешь здесь неподалеку, снимаешь себе квартиру-апартамент, назовем это так, для того, чтобы контролировать ремонт. Но ты счастливый обладатель ключиков от квартирки в 80 квадратных метров, где вот-вот начался ремонт, и скоро там будет красотища. Правильно я сказал? Да, все верно. Вот расскажи, пожалуйста, всем нам, где мы вообще находимся, и что из себя вся вот эта груда строек представляет? Что это такое? Ну, мы находимся в квартале Технопарк. Это полуостров, который находится напротив всем известного Зиларта. Но на территории Зиларта была территория завода Зил, а здесь, на нашем полуострове, почему он называется Технопарк? Потому что здесь была стоянка готовой продукции компании Зил. Но, как всем известно, компании уже давно не существует, соответственно, стоянки тоже нет. И здесь начали активно застраиваться. Здесь несколько комплексов. Мы их все смотрели на моменте выбора недвижимости. И остановились на ЖК. Нау. Здесь, в общем, присутствуют также апартаменты. Мы можем видеть, да, вот эти цветные здания. Здесь Нагатина Айленд. Они тоже его позиционируют как бизнес, но он все-таки на этом полуострове самый простенький. Если не считать апартаментов, мы сейчас рассмотрим только квартиры. Ребята, здесь рядом проходит станция метро. Коломенская, Технопарк. Дальше идет Автозаводская. С 2008 года я проживаю в Царицыно. Когда-то я ездил в университет, смотрел вот так вот в окошко. И здесь было ничего. Ну, реально, просто пустое поле. А на сегодня, как вы видите, здесь идет масштабная стройка. Концепция этого райончика – некий такой бизнес-кластер. Помимо квартир бизнес-класса, здесь есть, как мы сказали, апартаменты. И рядом здесь есть очень уже много офисных зданий. То есть принцип такой – некое подобие Москвы-сити. Только Москва-сити примечательна тем, что там стоят мощные высотки. Рядом с ними также есть и жилье. А здесь такое невысокое строительство относительно Москвы-сити. Но смысл такой, что ты работаешь, живешь в одном райончике, все у тебя рядом. Район сделан больше для бизнесменов, предпринимателей, топ-менеджеров, менеджеров среднего звена или чуть выше среднего звена. Рядом должен быть детский сад, школа, отдал детей. В пешей доступности твоя работа, чтобы далеко никуда не уезжать. То есть концепцию вы поняли. Короче, продолжаем дальше. Но я знаю, что эти ролики смотрит мой отец, и он мне скажет, почему ты постоянно говоришь «короче». А я скажу, мне прикольно, папа. Папа, это твой сын, привет. Представляю тебе привет. А на телеке так бы не разрешили шутить. В каком году вы покупаете здесь квартиру? Мы купили в том году, в мае. Уже была высокая стадия готовности. Уже были фасады на домах. То есть, ну, близко к сдаче. А как вообще выбрали именно это? Вы жили в Некрасовке. Тут совсем другой район. Как вообще нашли его? Ну, смотрели мы одного блогера-риэлтора. И в один день просто решили с супругой позвоним. Просто проконсультируемся. И тут они взяли нас в оборот. Мы говорили, что хотим зиларты, потому что достаточно современный комплекс. Там все красивенько, на вид. Он говорит, не надо вам зиларты. И предложил, давайте, вот, Айленд, ЖКНау и еще что-то. Мы пришли в первый ЖКНау. Первую квартиру, которую нам показали. В итоге мы ее и купили. В Айленд пришли просто для галочки, чтобы посмотреть. Ребята, подводя здесь первую черту, хочу сказать следующее. С Юрой общаемся. Он говорит, в их доме, в их первом корпусе, сданном, да? Все уже продано. Вот иногда пишут, а, реклама. Друзья, во-первых, я вам сейчас открою карту объявлений. Я делаю фильтр, отсеивая однокомнатные квартиры. Все, что вы видите, это две комнаты и выше. Значит, подчеркиваю, делаю акцент, что это квартиры и райончик для среднего класса и выше. Для действительно богатых людей это, тьфу, я думаю, вряд ли они захотят себе здесь что-то покупать. Исключительно ради инвестиций, ну и каких-то там еще потребностей. Значит, посмотрите, все, что дешевое, а дешевое это 15 миллионов, точнее от 15, это апартаменты площадью примерно 42-43 квадрата. Время тратить не буду, кто захочет, может зайти сам посмотреть. Мы приближаемся ближе, вот наш дом. Здесь квартиры начинаются от 29 миллионов. Открываем, и что мы видим? 32 квадрата двушка, но с дизайнерским ремонтом. Если он уже действительно готов, а не серии, что это дизайн-проект, это, конечно, уже какой-никакой плюс. А так, если что, ребята, вот я забиваю под себя вот этот пентхаус двухуровневый за 80 миллионов. Если что, все-все-все, мое, я бегу покупать его. А вы быстрее забивайте другое. Знакомьтесь, супруга Юрия Виктория. Вик, вот знаешь, есть такая поговорка, мужчина голова, а жена шея. Вот скажи нам, пожалуйста, кто все-таки принимал финальное решение о покупке здесь? А то нам, Юра, мы пришли, мы посмотрели, наверняка ты сказала, Юр, берем, берем родной, давай готовь денежки. Как было все? Так и было, в общем-то, потому что я всегда хотела встретить на набережную. Мне очень понравилось, я поняла, что это тот самый ЖК нашей мечты на данный момент. И поэтому, конечно же, единогласно мы решили, но все-таки, да. Когда вы проживали в Некрасовке, вроде как готовый застроенный райончик. Здесь приезжаешь, повсюду стройка идет, особенно на тот момент, ну год назад отмотать, тут еще все ниже было, народу еще больше. Тебя не смущало то, что ты будешь в ближайшие 5 лет, как минимум, жить в районе, где идет стройка? Вот мы сюда заезжаем, то КамАЗ выезжает с техникой, то пылища полетела, а ты же здесь будешь прогуливаться. Нет, не смущает, потому что, мне кажется, Москва это, в принципе, синоним стройки. Стройка повсюду, и в Некрасовке она была просто постоянной. То переходы какие-то строили, то какие-то жилые комплексы тоже. Поэтому мы, в принципе, к этому привыкшие. А здесь все-таки настолько все круто застраивается, и настолько это все эстетично, что будем просто ждать лучшего с каждым днем. Когда я читаю комментарии к выпускам, зачастую встречаются люди, которые говорят, да нафиг это надо, человейники, жить на стройке, да зачем донести такие огромные деньги. Нужно понимать, что все мы разные. Вот, живые люди, их устраивает, их не смущает. Они готовы подождать. И таких людей вот в этом районе большинство никого не заставляет, как я говорил ранее, под дулом пистолета покупать здесь жилье. Но для себя скажу следующее. Меня это смущает? Я бы не готов был. По одной простой причине даже. Общаясь с Юрой, он говорит, здесь вот несколько застройщиков. Один обещал, что в этом году начнет активно вести стройку. Ничего не выросло. Вот, представляете? Один сдался, второй сдался, третий. А кто-то не закончит свою стройку. И будет получаться так, что ты выходишь, вроде как бизнес-остров у тебя. А на деле недострой рядом. Ну, тоже не совсем красиво. И какие-то косяки всплывут. Они всплывут. Но это будет потом, в будущем, когда уже все обживется. И здесь сразу проявится реальная картина. Но нужно подождать. Подчеркиваю, задачи принизить это место, нахвалить его, сказать вам, приходите все, покупайте здесь квартиры, нет абсолютно. Задача стоит одна. Показать один из райончиков Москвы. Рассказать про его плюсы, про его минусы. Ну и, соответственно, вам останется только сделать выводы. Но не забывайте одну простую вещь. Если вы говорите, что город это фу, что жить нужно за городом в своем доме, никто вам не мешает продать вашу квартиру, к примеру, если вы сами этого хотите, и пустить деньги на строительство собственного дома, купив участок и построив дом. И именно здесь вам поможет прораб Олег. Тот самый человек, которому стоит обратиться для того, чтобы он вам построил дом от 0 до 100%. Под ключ. Останется только мебель заносить. Можно сделать отделку. В общем, человек занимается комплексным строительством домов из камня. Каркасники и подобное, это не к нему. А все, что связано с камнем, все, что, как говорится, на века, он вам сделает. Строительство может идти так и в зимнее время. Поэтому, если вы думаете, что вот уже осень, строительный сезон кончился, нет, вы ошибаетесь, проконсультируйтесь. Любым нормальным прорабам он вам подтвердит, что при соблюдении технологий строить можно. Вот вокруг нас дома строятся круглогодично. Никто никогда не останавливается, потому что на улице стала минусовая температура. Занимаются монолитными фундаментами под любые дома. Само собой, на раз-два окажут вам услуги по демонтажным работам, снос старых домов, любой сложности, магазинов, тех же самых коммерческих помещений, дач и многого другого. В арсенале также есть услуги по бурению скважин под воду, установка септиков. И не забывайте, что у Олега высшее строительное образование, 6 бригад в работе, 1 прораб-помощник и 14 лет опыта в строительстве. С ним мы снимали отдельный сюжет, вы можете посмотреть его на канале. Я вам оставлю ссылочку в описании на Олега, на его группы, куда вы можете зайти, посмотреть, как идет процесс работы, потому что человек активно строит по Москве, Московской области. Есть контактный телефон, вы можете позвонить, он вам поможет организовать все. Начиная от проверки земельного участка, от создания проекта вашего дома на всех этапах. Дальше вся головная боль на нем. Он закупает материалы, строит, строит, строит. Хотите, введите сами проект. Никто от вас ничего не отбивается. По договору подписались и вперед из песни строить новый дом. Поэтому, друзья, кто ищет себе хорошие условия и хочет жить в своем домике, пожалуйста, обращайтесь. Прораб Олег ждет вас по ссылке в описании. Но сейчас я вам хочу сделать небольшую зарисовочку. Перед съемкой этого сюжета я зашел на официальный сайт застройщика и диву дался, как красиво идет слог. Вот просто послушайте. Первая линия домов НАУ расположена в 30 метрах от воды. Всего несколько шагов перенесут вас из города на природу. Собственная набережная квартала воссоздает идиллию загородных уикендов с долгими прогулками и детскими качелями под кронами сосен, с ивами над рекой и яблоневым цветом по весне. С высоты городских балконов вы увидите, что в своей живописности набережная спорит даже с полотнами Левитана и Шишкина. Как вам такое? Ну круто, да, разбежал. Если читать этот текст, действительно, этот текст продает, друзья. Но согласитесь, глядя на эти рендеры, действительно круто. Город и рядом у тебя собственная набережная, подчеркиваю. Вдоль нее не могут ездить автомобили, ты можешь спокойно подойти к воде, купаться в ней нельзя, но сам факт того, что у тебя действительно есть единение с природой. А вода-то какая? Смотрите, какая вода. Бирюзовая. Давайте посмотрим, как это все сегодня выглядит вживую. Сейчас мы идем на набережную, и я превращаюсь в хейтера. Вот давайте я буду пытаться разрушить вашу мечту. А вот сейчас начинается ожидание и реальность. Почувствуй разницу. Мы вылетаем на набережную, и что мы видим? Всему есть объяснение, как сказали, всему есть объяснение. Тина, потому что было жарко. Говорят, потом уйдет это все на баланс. Городу будут чистить. Значит, в защиту у застройщика хочу сказать следующее, что если зайти к ним на официальный сайт, вы увидите картинки живые. Вот ровно с той картиной, которую показываю сейчас в принципе вам я. За исключением вот вида, который будет открываться из тех самых пентхаусов и квартир, который расположен на более верхних этажах. Друзья, ну вот, знаете, город и тот текст, который мы слышали, и вот она реально. Вот это синее здание, его и вовсе тоже будут сносить. Соответственно, кто-то в ближайшие годы будет жить здесь с видом на стройку. Нормально это, но как показывает практика, людей устраивает. Надо подождать, потом зато будет красиво. Зато у нас своя набережная, зато у нас здесь все закрыто. Это тоже важно понимать, что заехав на территорию жилого комплекса, ты зашел все, ты живешь в своем маленьком мирке, где у тебя должно быть все уютно и красиво. Ребят, вот скажите, вот такая застройка для многих людей, говорят, ну вот человейник, дом на доме, здесь вот идешь, вот кто-то купил квартиру, смотрит в другую квартиру. Прямо буквально, ну видно друг друга будет. Ваше мнение, какое по этому поводу? Ну, конкретно мы можем сказать только про нас, ЖК, потому что, ну с виду, да, человейник, но, как нам показалось, очень грамотно, они сделали зонирование, урбан блоками строить. То есть, вот наши четыре дома, со стороны дороги высотные дома, 23 этажа, а там, в глубине которой на набережную, низкие дома, соответственно, не совсем плотная застройка и отдельно для наших четырех домов двор. То есть, мы с этими домами пересекаться не будем. То есть, вы здесь просто как бы проехали, на подземный паркинг можете заехать, запарковались и вы вышли в своем городочке? Именно так, да. А вот те, кто живут в этих домах, они могут попасть на вашу территорию? На территорию двора нет, но на набережную так как она будет общественная передательство города, но им нужно будет вот так вот обходить все дома и по общественному... Через вашу территорию пройти нельзя. Нельзя, никакого доступа нет ни на территорию, более того, ребенок, когда будет гулять, если мы ему не дадим ключ-карту, он оттуда и не выйдет еще со двора. Вот, собственно, наш квартальчик, въезд на подземный паркинг, подъезд идет один в доме, правильно? Да, да, на подъездный. У вас один из минусов, который вы отмечаете, что нет консьержа. Но для вас это минус или как бы вам пофигу? Вообще, для нас конкретно это будет минус, потому что к нам по бизнесу достаточно часто приезжают курьеры, вот, иногда что-то нужно оставить, иногда что-то передать и удобнее, конечно, когда был консьерж. Ребят, оценивайте сразу сами, как сделано, подчеркиваю, да, у вас это тоже бизнес-класс считается? Это бизнес-класс, да. Вот, поэтому можете думать, как красиво, некрасиво, плохо, хорошо, смотрите, пишите комментарии. Заходим в подъезд, спускаемся вниз, правильно? Да, на минус первый. В подъезде все они сделаны, стилизовали под воду, вода, а пол, как морская галька. Ух ты, понимаете, чувствуете? Вода, морская галька, здесь у тебя цветочек стоит, живой или искусственный? Все цветы живые, здесь сейчас у нас еще будет стоять кресло, диван, стол, но их убрали, потому что, так как дом новый, были некоторые трудности с внутренним отоплением, которое в полу, сейчас их устранили и вернут назад диван. Во, видишь, дом новый, трудности с отоплением уже были. Ящички, но на ключах, без какого. На ключах, да. В предыдущем ролике некоторые писали, что, Диман, сходишь в такие ЖК, потом тебе грустно возвращаться домой. Друзья, вижу, понятно, что подобного рода отделка подъездов, ну, конечно, круто, но кто с этим будет спорить? Я вам могу еще раз сделать зарисовку по своему подъезду, могу вам показать трехэтажные дома, какие там подъезды, можно по какие подъезды, по стране, но, естественно, здесь совсем другая история, но и за эту другую историю Чин-Чинь, Чин-Чинь, помните, да? Чин-Чинь. Проходим дальше, следующий минус, который ребята отмечают, это обратите внимание на стену, ну, что, простовательненькая девочка, да? Ну, да, нам хотелось что-то более выразительное, конечно, они ее облагородили молдингами и так далее, но все-таки мы хотели что-то более, так скажем, более бизнес. Пожарная безопасность, значит, смотрите, налево пойдешь, на паркинг попадешь, направо пойдешь, в квартиру придешь, пойдемте с нами, посмотрим сразу какой-нибудь паркинг, вот эти места, это кладовые, правильно, зоны? Да, это кладовые. Они закрыты? Закрыты уже. А там это чье-то или как? А все кладовки, практически все уже тоже раскуплены. А, то есть кто-то, получается, купил себе кладовку, может спуститься, и вот здесь у него какие-то его личные вещи. Именно так, а у нас на этаже. А у них на этаже. Короче, друзья, интересно, вот просто, знаете, иногда приходишь по различным ЖК, кто-то пишет, ну, вроде одно и то же снимаете, ну, посмотрите, везде по-разному сделаны, еще я знаю, что застройщик различных планировок. Да. Что типа, короче, каждый может найти под себя что-то интересное. Посмотрим, как сделаем, как минимум у вас. А еще понимать, да, что все вот это зашито специально для того, чтобы никто это не раздолбил, не поломал при ремонте. Народик здесь есть, уже как-то поживей, нежели чем, когда мы были у Донстроя. Наверняка многие спросят, что это у нас Юра хромает? Юр, расскажи сам, что случилось с нами? как говорят, переезд хуже пожара. Вот, переезжали, и немножко неаккуратно я помогал ребятам на свою голову вытащить стиральную машинку. Ну и сейчас небольшой. Взялся не за свое дело, все правильно. Именно так. Инициатива наказуема. Да, да, да. Первый момент, на который я лично хочу сделать акцент, это почувствовалось просто-напросто ногами. Не кажется ли тебе, что данная плитка скользковата? Да. Вот идешь, да? Она сухая сейчас, а что будет, если она намокнет? То бишь, вот в этом некий дискомфорт он прям сразу ощущается. Да. Значит, вот моечная машина прошла, водички налила. Ну, ребят, кроссовки летят, реально, вот вода, смотрите. Я не говорю о том, что это прям пипец как плохо, но, знаете, с одной стороны, это какая-то недоработка. Вот она как бы, да, она не скользит никак. Казалось бы, мелочи, но в любом случае, представляешь, дрёпнуться на паркинге можно? Можно запросто. Сколько стоит вот одно парковочное место, вот сейчас, если покупать? Сейчас они от трех миллионов. от трех миллионов рублей за парковочное место. Да, как пишут в домовых чатах, одни из самых дорогих парковочных мест в Москве. Ценник хоть за пять можно выставить. Возможно, кто-то, такой, дяденька с таким пузом, такая цепочка у него золотая, он такой, беру, для дочери, чтобы машину ставил. отправляемся дальше. Мы сейчас будем подниматься на ваш этаж. Всего этажей в доме 17. Вы, получается, живете на третьем этаже, но у вас вид выходит на набережную. Да, с улицы 3, со стороны двора 2. Первый, предбанечек. Ребята, вот обратите внимание, какие планировки бывают даже вот с точки зрения подъезда. Вот мы выходим. На левую сторону у нас всего две квартиры. Две квартиры, а на этаже их четыре. Вот эти двери, которые вы видите перед нами, да, выход, это выход во двор. Раз, в ту сторону, если мы пойдем, там нас встречают кладовые помещения. То бишь, ты можешь выйти из своей квартиры и всякий хлам и прочее хранить здесь. Но кладовок здесь, как вы видите, больше. В том крыле они тоже присутствуют, потому что эти кладовки предназначены не только для вас. Ну, кто-то из жильцов там с 4, 5, 6 этажа тоже может купить. Кладовки, если я не ошибаюсь, сколько площадью? от 1,6 метра до 9. Вот, 1,6 до 9. Короче, 1,6 это вообще какая-то маленькая, да? А вот они, 36-35 как раз таки, да, там швабра поставится. А сколько стоит кладовочка? В вашем случае, сколько она площадь? У нас 3,4 метра, она стоит 600 тысяч. 3,4 метра? Да. Это вообще какая-то маленькая. А я сейчас покажу, вполне себе нормально. Короче, друзья, вот, смотрите. Такая история, видите, да? Ну, прикольно. Ну, вот это вообще какая-то здоровая кладовка 40-ая. То есть, здесь прям всего полно. Закрытое помещение. Ну, необычно. Раз-раз делюсь с вами наблюдениями и разведданными. В силу того, как я сказал выше, что этот райончик позиционируется, как для людей из бизнеса и те, кто могут работать сами на себя. Здесь очень много людей, которые работают дистанционно. Юра рассказывает, что подобные кладовки в 9 квадратов некоторые уже стали покупать с целью, внимание, сделать внутри офиса. То бишь, ты выходишь, и у тебя на этаже свой офис. Это первое. Второе. На первых этажах зданий здесь расположена кофейня. Я заходил в одну из и заметил следующую картину, что там уже с самого утра сидит 3-4 человека, которые пришли туда именно работать. То бишь, человек приходит, садится, занимает место, заказал себе чашечку кофе и работает. А что будет, когда их будет становиться всё больше, больше, больше? То есть, люди будут заселяться? Смысл заключается в том, что кафешка хочет деньги зарабатывать, чтобы люди приходили, кушали, а они приходят, берут кофе, сидят, работают. Понятное дело, что их никто не выгоняет, потому что нет такого плотного потока. Но в дальнейшем, я думаю, здесь будут возникать какие-то конфликты. Но это мои личные предположения. Каворкинг-центр наверняка поблизости есть, но это аренда. За это нужно платить. Друзья, делюсь исключительно наблюдениями. И, собственно, вот ещё две квартиры. Раз и два. Слушай, вы хотите поставить здесь на этаже диванчик, кофемашину? И столик, да. Это, как нам сказала управляющая компания, скорее всего, они есть сюда. Но если нет, мы просто закажем в той же самой компании, которая во весь ЖК поставляет мебель, там же сделано в этом же стиле. Вот у меня вопрос. Понятное дело, вы купили квартиру в новостройке. Вы сейчас сюда будете переезжать. Вот у вас такие мысли. Во, здесь сейчас красиво сделано. Но с другой стороны, ну что, в подъезде получается будет кофе сеть пить, что ли? Нам иногда провести переговоры онлайн. Удобнее вне квартиры. Поэтому мы, да, будем. То бишь, картина такая, что как бы ты работаешь, вышел из дома, присел, пьешь здесь кофе, с кем-то там фейстайм общаешься. Но условно в подъезде. Да. Ну да, выглядит все равно как лобби какое-то. Ну, выглядит тут больше как лобби, потому что сейчас мы в апартах живем, у нас есть общественный этаж, где лобби. Мы также спускаемся туда и в принципе все переговоры сейчас встречи перенесли туда. Это, как оказалось, удобнее, чем дома. Даже если в подъезде. Друзья, подчеркиваю, подъезд подъезду рознь, поэтому не цепляемся, к слову, в подъезде. Ну, вы сами смотрите, как у них здесь сделано. Когда здесь чистота, будет порядок, расставить цветочки, в общем, додекорировать самим, да, это красотища. Вон ты вышел, сюда стоишь, у тебя панорамные окна, гуляют, люди тут подъезжают. Понятное дело, что может быть этажом выше виды будут круче, но не об этом речь. Пойдемте посмотрим кладовочку, а потом зайдем в квартиру. Вот квартира, буквально три шага и мы попадаем уже к себе. Так, а свет-то где? Так, вот. Хлоп. Да. Что-то не густо, да? Ну, кладовой. По свету, да. Не, не, это внутри уже включается. Так, ну, давай. Вот наша кладовочка, 3-4 метра, мы уже начинаем захламлять. Во, процесс пошел. Да, да, да. Так, самокаты стоит, девочка, 6,5 метра. Так, вот три кота, компот, карамелька. И коржик. И коржик, ребята. Надо знать этих товарищей. Ну, с одной стороны, места маловато, с другой стороны, хочешь больше, пожалуйста. Сколько самая большая стоит? Миллион шестьсот, по-моему. Миллион шестьсот, ребята, пожалуйста, миллион шестьсот, да, вот подобную вещь. Ну, это шестьсот тысяч, то есть стеллажи можно поставить, что-то собрать. Вы готовы? За этой дверью 80 квадратов в жилом комплексе НАУ. Пойдемте смотреть. Друзья, значит, мне уже экскурсию обзорную устроили, я вам сейчас кратенько все расскажу. Высота потолков здесь 3,100, после чистовой отделки полноценной она будет примерно 2,85. Ну, соответственно, сюда встает идеально какой-нибудь шкаф. Мы проходим дальше. На удивление, эта квартира изначально идет с тремя санузлами, то есть три ванны, три туалета, вот так вот бывает. Первый санузел у нас здесь, то есть по площади, он в принципе большой, можно его доработать. Хочешь в ванну, хочешь душевую кабину, в общем, что хочешь. У ребят сейчас идет активная стадия ремонта, поэтому ребята, кто занимается, вышли на перекур, скажем так. Здесь вот помещение, это гостиная плюс кухня, площадь примерно 21 квадрат. Вот такой вид открывается из окна. По поводу вида мы с ними еще активно поговорим. Площадь, пожалуйста, моделируйте под себя. Пришел в конце рабочего дня, здесь у тебя кухня, там у тебя телевизор, диванчик, стол. Отобедал с семьей, идешь дальше. Значит, коридор большой, тут изначально должен был быть вход во вторую ванну, но они немножко обыграли. Как обыграли, сейчас покажу. Первый санузел, который мы увидели, он условно, ну так скажем так, гостевой-дочери, ну я так предположу, здесь идет ее комната. Заходи, пожалуйста. Они говорят, вот сюда сделают именно рабочее место ее, чтобы вид был во двор. Я говорю, почему? Чтобы не отвлекался на набережную. Говорят, когда учили читать ее, прикольный момент, на столе лежит крошка, вдумывайся, крошка, она уже пальцем начинает чисто с крошкой играть. Это будет вид вот такой на набережную. И они отмечают, что это на самом деле гораздо круче, нежели чем пятый, шестой, седьмой этаж, потому что кровля в этих ЖК неэксплуатируемая, поэтому вид на крышу будет не совсем красивый. Ну и самое главное, как это открывается и дальше, я вам покажу с коптера. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Дверь открыл, держу, держу. Заходим в следующую комнату, это получается мастер-бедрум, по-взрослому, все по-американски. Мы можем зайти в первую очередь это гардеробная, слева, допустим, вещи жены, справа вещи мужа и дальше ты уже проходишь и тебя будет встречать большая ванна. Соответственно, вот такая планировочка. Нравится она вам, не нравится, вы, может быть, сделали что-то по-другому, пишите в комментарии. Подчеркиваю, что стены не несущие, новые современные ЖК переиграть как-то по-другому сделать можно. Вик, насколько я знаю, предыдущая ваша квартира в Некрасовке была площадью примерно 62 квадрата. Да. Но когда вот вы сюда пришли с мужем, ты заходишь, ты ее впервые увидела. Твои первые эмоции, ощущения? Ну, конечно, очень понравилось, особенно вид из окна. Это нас подкупило, как дочка сказала, у нее вид из окна топчик. Потому что, действительно, на воду, просторно. Мы не любители таких огромных площадей, 80 метров нам за глаза, потому что никаких вот таких мечтаний о 100 метрах у нас нет. 80 – это то, что нам нужно в данный момент. Хотя нам и в 62, в принципе, было нормально. Нам хватало даже и этих метражей. Поэтому, конечно же, сейчас мы увеличили площадь, и я думаю, мы это ощутим. Юра, давай посчитаем, в первую очередь, денежки, а именно коммунальные услуги. Вот у вас площадь 80 квадратов плюс гардероб, не гардероб. Кладовка 3,4. 3 целых. Ну, давай, 4. 84 квадрата. Сколько у вас здесь ставка идет? 89 рублей. Вот 89 рублей вы платите стабильно в месяц, и это без учета электричества, воды, счетчики, это все отдельно. Значит, у нас уже выходит 7476. С одной стороны, для такого жилого комплекса это немного. Согласись? Конечно. Но важно помочь, что у вас нет консьержа. И не будет. А в круг у вас примерно, я думаю, будет, ну, тысяч, наверное, 10-12 выходить. Мы считали по-среднему то, как мы сейчас эксплуатируем там воду и электричество, наверное, все-таки под 15. Под 15 тысяч. Основная ключевая причина это переезда какая? Если вы жили, в принципе, в свежем ЖК в Некрасовке, квартира уже с ремонтом была, все сделали, зачем переезжать? Ну, мы всегда рассматривали Некрасовку как какую-то первоначальную ступень, и нам всегда хотелось что-то, квартиру поближе к центру, естественно, бизнес-класс это тоже улучшение, потому что там у нас обычное жилье, новое, но обычное. Ну, и хотелось какой-то такой инфраструктуры именно такой, ну, именно, которая к центру близко. Ну, вот вопрос отсюда. Вот вы сейчас проживаете, конечно, вы не так давно заехали на съемное жилье, но как часто вообще в центре ездите? Постоянно. Вчера, например, позавчера, там, два раза туда-назад, вчера тоже постоянно. То есть, это наш такой образ жизни. Вы ездите погулять, я не знаю, в кафе сходить, и в ресторан, и навстречу, и просто погулять, и там по делам, там те же самые, там маникюрные, там всякие стрижки, все у нас там уже. Как-то мы вот... Городские жители, короче. Да, да, вот, именно. Вопрос следующий. Автомобиль же есть у вас? Нет, мы специально выбирали ЖК, чтобы была удобная транспортная доступность на общественном транспорте. Вот так вот. Смотрите, друзья, впервые я на самом деле встречаю людей, которых мы снимаем, что у них нет машины, и вы специально от нее отказались. Но раньше у нас была? Конечно. Теперь все, теперь из дома ты выходишь, тебе 7 минут до станции метро Технопарк. Офис вы работаете, дистанционно вам ехать никуда не нужно? Ну, у нас бизнес, поэтому мы не привязаны ни ко времени, ни к офису. Работать можем хоть на коленке и вон во дворе. Дочка, 6,5 лет, она вот, допустим, садик, школа, где? Сейчас пока что она еще ходит в садик в Некрасовке, но в дальнейшем мы нашли садик, который нам подходит на Павелецкой. Скорее всего, туда будет ходить. А кто ее отправляет в садик? У нас несколько вариантов. Либо мы будем ее возить, либо, ну, водителя. Вы сознательно отказались от автомобиля, но при этом у многих людей они есть, и ты говоришь, что это, в принципе, здесь большой минус, потому что далеко не каждый. Ну, конечно, это полуостров, и, естественно, это какой-то определенные трудности со въездом, они исправятся, когда здесь будет мост построен, но пока они есть, ну, и пробки в любом случае здесь, конечно же, как и везде, здесь особенно они есть. С какими минусами вы столкнулись? Насколько я знаю, это не совсем хорошее отношение строителей к жилому комплексу, потому что они долбили некоторые окна своими рабочими инструментами, люльками, да, вам уже меняли что-то от застройщика. Да, мы пришли, у нас было одно треснутое стекло, но застройщик сразу же сказал, что они все это исправят, и, по сути, вот прошел месяц, все исправили. Ну, были какие-то вот такие нюансы, но нам не приходилось ни ругаться ни с кем, никакие права свои отставить, это все делалось прям тут же, ну, моментально. Что еще ты заметил из минусов, вот для тебя? Для меня, вот, ну, для меня конкретно, конечно, может быть, сейчас пока это такая эйфория, да, и сейчас мы не видим там много минусов, но вот для кого-то, могу сказать, что вот въезд, да, это неудобный, кому-то, может быть, не понравится соседство с бизнес-районом, да, то, что здесь же бизнес-район, и получается постоянно офисные работники туда-сюда ходят, это постоянные тусовки какие-то, может быть, это кому-то не понравится, а нам лично это наоборот, как городским жителям, нравится, вот. Сегодняшний день сколько вот подобная квартира вообще стоит? Ты не смотрел? Ну, плюс-минус, как ваше? Плюс-минус 35. Без отделки так же? Без отделки, white box, да, это уже в сданном доме, вторая очередь, которая сдастся в следующем году, там ценник уже почему-то дороже. Вот на ваш ремонт, то, что вы запланировали, сколько вы думаете, что у вас идет денег? Ну, мы очень надеемся, что в 6 уложимся. В 6 уложимся. Я же предполагаю, что если вы все здесь будете ставить новое, а вы, судя по всему, все будете ставить новое, вот просто вангую, 7-7,5, вот скорее какая-то такая цифра будет, если подчеркиваю, все новое, так сказать, новое ЖК, новая жизнь. Ложки, вилки, всякие диванчики, фиганчики, ну, это предположение. На основании этого хочешь задать вопрос, ну, не смущает вид, как бы, смотри, второй этаж, ты подходишь к окну, тут кто-нибудь бегает, орет, там вот, смотрю, стоит у вас лавочка, кто-то закурил, возможно, подтянуло запахом сюда. Вы лежите в субботу, высыпаетесь, дети вышли, орут, кричат, веселятся, вот, смотри, вечер наступит, вечер наступит, ты такой в шортиках, али в трусиках, как люди пишут, ну, ты дома, ты дома. Или без, как говорят. Или без, да, ты дома, но ты здесь уже так не пройдешь, потому что вот они, дома стоят, вон, сосед может, там, с Анейку рукой, как говорится, помахать, там, пойдем там, знаешь, жестами показать, типа там, чай, кофе, и так далее. Нужно будет закрывать штору. Сразу сжирается место. Вот сейчас, когда светло так поинтереснее. А мы продумали этот момент. Вот расскажи. По дизайн-проекту у нас на всех окнах будут римские шторы, которые будут ставиться, естественно, в откос или как это, в глубь окна, ну, короче, на окно. Вот, именно шторы, blackout, будут только на одном окне здесь, в спальне у нас и в кухне-гостиной на одном окне. Больше штор у нас не будет. У нас специально разрабатывался так дизайн-проект. По поводу того, что дома абсолютно не смущает, потому что здесь глаз сразу цепляется на воду. А кто меня будет видеть, ну, скажем так, стесняться мне нечего. И непристойно к окну я подходить не буду. Все минусы вот этого райончика, я думаю, они будут видны там через 2-3 года, когда здесь все уже до конца заселится. Особенно хапнут горе ровно те, кто купит, например, как мне кажется, это мое предположение, квартиру в себе, не квартиру, а апартаменты. Почему? Потому что к апартаментам спрос другой, кто-то начнет ее сдавать, а в силу того, что здесь бизнес-центр, молодые менеджеры снимут, устроят там дискотеку, а ты вроде как спать ходишь, а у тебя там тусовка идет, и фиг, что ты сделаешь, потому что это апартаменты. И как бы застройщик вам не рассказывал, что мы нет-нет-нет, мы под такие цели продавать не будем, когда речь идет о денежках, я приду и скажу, нет, для себя, а как мое стало, хочу со своим, что делать, то и делай. Смотри, у вас, конечно, есть свой жирный плюс вот в этой квартире, как раз, что у вас соседей вообще нету. Да, под вами кто находится? Под нами находится навес, еще под нами находится колясочная, то есть там нет никаких вообще соседей, по бокам у нас кладовки, ну здесь, соответственно, тоже ничего нет, ну вот у нас только сверху, только сверху соседи больше. Соответственно, дочка может скакать, прыгать здесь, как в собственном доме, и никто ничего ей не скажет. Ну да, тоже жирный плюс. Что, ребята, пойдемте, вышли мы из квартиры, и первым делом попадаем сразу в общий подъезд. Подъезд, собственно, очень много света за счет того, что окна панорамные везде, хотя зачастую подъезды как раз-таки встречают такие серии, что глухие, выходишь, и ни хрена не видно. Нет, нет, прямо. В тот же момент, просто вот здесь, да, помните, ребята, у меня-то как в подъезде сделано в этой части, а здесь, ну с одной стороны, можно что-то поставить, но с другой стороны, я думаю, управляющая компания будет не рада, что ты используешь общую площадь под свои личные нужды. Ну, точно так же, первый этаж, и, собственно, все, мы выходим во двор. То есть, теоретически, сюда уже, да, кто-то из вас или там я точно так же попасть не смогу в силу того, что, ну, чтобы пройти на территорию дома, нужна специальная карточка, должен быть ключ. Что за этой дверью? Колясочная. Так, колясочная, как раз та самая, которая, в принципе, находится под вами, правильно? Да, да. Мы выходим теперь дальше. Здесь уже там над вами наша квартира, ваша квартира, а тут как бы зоны и серии ожидания. Вот знаете, что круто в таких местах, что, например, если идет сильный дождь, да, вышел с колясочкой, это для молодых семей, и ты как минимум можешь находиться на улице, у тебя там ребенок спит, но при этом не льет дождь. Это круто. А во многих домах сейчас так, что выходишь, даже никого навеса нет, то есть дождь пошел, то все, хана. Юр, ну рассказывай. Мы выходим во двор, перед нами находится детский сад. Да, да. Но сначала я хотел бы показать очень классную штуку, которая нам безумно нравится. Мы выходим из дома, буквально поворачиваем направо. У нас здесь есть такой вот столик. Да, комьюнити стол его называют, но очень-очень приватно можно здесь сесть с друзьями, не шуметь, но поговорить можно. Вечером включается вот этот ночничок, который рядом с ним. Да, подсветка. Опять же, здесь во дворе гравий положен, потому что вода, чтобы была ассоциация, что ты на море. Ага. Вот в этих вот кубышках у нас управляющая компания высаживает всякие штуки, как базилик, мята. Ну, рвать их, естественно, нельзя, но просто как декоративно ребенка познакомить с ними можно, с такими растениями. Слушай, а не вариант, что я сюда пришел, поставил гриль, и мы замутили пати фоеврибади. А мы уже думали об этом. Открытый огонь, к сожалению, в Москве запрещено разводить на территории ЖК. Но электрический, электрический, никто тебе не запретит. По сути, ты можешь вынести сюда электрический гриль, и вот здесь с друзьями сесть. Ну, по сути, я могу сюда вынести и обычный угольный гриль. Охрана, охрана тут же придет. 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 Они здесь по периметру, везде охрана. Вот под нами не будка, а на паркинге охрана, и вон там на входе тоже охрана есть. По периметру везде камеры, где вон камера висит на углу, с той стороны на углу. Поэтому, к сожалению... А розетки есть на улице? А вот не знаю. Нет, наверное, нет. Ни разу... Короче, на самом деле, с одной стороны, конечно, это прикольно, что можно выйти, поставить сюда, даже пусть электрический гриль, там, приготовить, не знаю, рыбку, сосисочку, еще что-то сделать. Но с другой стороны, в силу того, что все-таки жилой дом тоже свои минусы, это запах пойдет, кто-то будет недоволен. Хотя, вот тут уже спорный момент. Точно так же присесть, начать там чай пить, смеяться, говорить, а кто-то спит. Как бы, ребята, это вот всегда все познается в сравнении, все познается в жизни, ровно тогда, когда вы все заселитесь, и когда будет понимание, что за соседи, потому что как раз вы писали мне о том, что в чатах вы не состоите в силу того, что нервов не хватает. А что такое? Что все недовольны или что ли? Все какие-то капризные? Я не люблю читать, когда люди придираются вот к такой ерунде, которую... Я не могу сейчас привести пример, но, например, я могу точно сказать, что вот по поводу вот замятия травы, сезонного замятия травы, будет недовольство. А как оно замялось? За ветер, что ли? Кто его замял? Тут либо ветер, либо, может быть, рабочий, но, опять же говоря, сезон заканчивается, когда летом, этого, естественно, не было. Ну вот еще, обрати внимание сам на эти столбы, да? Вот дом у вас красивый, но нижняя часть, видишь, да, подделки, ее не хватает. А я скажу, почему? Ну, рассказывай. Покажи, пожалуйста. Управляющие компании это все известно, конечно, они это не делают, потому что, обрати внимание, вот корзина наша висит для кондиционера, вот, разбирали фасад. Здесь они будут делать как декоративную кладку, но это уже после того, как все заселятся. В общем, они закрывают подъезды, то же самое вот здесь. Здесь вот, смотри, слив у кого-то, видимо, какие-то вопросы, или это ливневка. Ну, в общем, такие технические моменты, которые, естественно, они будут решаться. Здесь концепция дворов, чтобы сюда можно было выйти и уединенно посидеть там с ребенком, вот как мы говорили, чай попить, а ребенок здесь играет. Все шумные активности, в том числе горки, лазилки, баскетбольные площадки, скейт-парк, вынесены за пределы ЖК на набережную. Набережная у нас в 30 метрах от дома, то есть переходить дорогу не нужно. Нужно пошуметь, вышли на набережную, пошумели, поиграли. Значит, еще для объективности просто отмечу, что само по себе место, рядом находится русский Диснейленд, остров мечты, который, когда только открылся, я помню, его захаял Харламов. Как его зовут? Варламов. Илья Варламов. Илья Варламов. Илья Варламов. Я как-то туда раз приехал с ребенком, просто офигел, выложил свои эмоции, говорю, блин, ребят, круто. На меня так накинулись люди, что тебе заплатили, тебя купили. Я говорю, почему? Они говорят, Варламов сказал, что там плохо. Ребята, отмечу. Илья был, можно сказать, в самое открытие, осенью или весной, когда там было еще серое, все грязное. Съездите сейчас, там народище полно, там визжухи такие, мы-то регулярно ездим, просто гулять. никого ни к чему не призываю, нравится, не нравится, но для детей, я ни разу не видел так, чтобы там дети сидели, плакали, грустно было. А то некоторые взрослые пишут, взрослые пишут, мы любим там в Америку ездить, на горхатасы. сколько стоит в Америке здесь? 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов, это когда доллар был по 75, полтора миллиона рублей. Я говорю, ну, не кисло живете, понятное дело, что вам, может, вам что-то и не нравится. А так, для обычного человека, вот, наверное, вам было интересно, что они все носят в руке. А это рекламный буклет от застройщика, по листам которой, я вам могу просто показать, что они делают акцент на что? Они, это ребята, что все соответствует тому, что им рисовали, что в целом картинка совпадает. Если набережная, то вот она, если площадка, то она на месте, она делается, и так далее, по всему делу пройтись, что все есть. Отсюда хочется задать вопрос, я ни в коем случае никогда не пытаюсь лезть там в карман людей, но людям будет интересно. Ребята, вот вы говорите, на работу вам ходить не нужно, у вас свой бизнес, для вас это, возможно, будет отличная реклама. Расскажите, чем вы занимаетесь, чем вы зарабатываете на жизнь, что у вас есть возможность там недвижимость покупать, ремонт делать. У нас свой бренд одежды, женская верхняя одежда, отшиваем ее в Москве, вот, у нас несколько производств своих в Москве, вот, реализуем все на Вайлдберрис, вот, бренд у нас называется Бирьвистори, вот, это такое, это именно, что семейное дело, которое мы не хотим прямо вот коммерциализировать до такой степени, чтобы это превращалось в что-то неживое, бренд у нас именно, что живой. Давно вы этим занимаетесь? Три года. Три года. Ну и как дело вообще идет? Это прибыльно, выгодно, вы довольны, развитие? Могу сказать так, когда мы вышли на Вайлдберрис в 2020 году, за два месяца мы закрыли ипотеку. За предыдущую квартиру. И принялись за это. Да, и принялись, да, за реализацию именно этого проекта нового квартиры. Слушайте, такой вопрос, вот сейчас в отношении нашей страны, там санкции вводят, многие бренды уходят, зар, ну уже ушли. Вам-то, наверное, это только на руку? Ну, наверное, правильнее сказать, это нам не навредило, потому что на руку все равно люди немножко не понимают, что то, что делаются, локальные бренды, которые российские, локальные, в смысле, страны делают гораздо качественнее, нежели чем Бангладеш, Китай и так далее. Китай у нас очень скептическое отношение в плане вещей, потому что, ну, тут уже профдеформация. Вик, муж, голова, жена шея. Ты, короче, инициировала создание бренда, ты рисуешь, нет? Кто у вас дизайнер? Нет, у нас отдельно дизайнеры и художники. Ну, конечно, это просто вот именно такой наш симбиоз общий, потому что я отвечаю за, ну, получается, за коллекцией, Юра отвечает уже за такие организационные вопросы и, соответственно, мы этим вдвоем занимаемся. Мы поняли, что мы не только супруги, но и хорошие бизнес-партнеры. Супер. Ребята, значит, мы отправляемся дальше, потому что на улице началась осень, хладрыга конкретная. Очень. Ребята, а я вам скажу, а у воды всегда прохладнее, у водички-то всегда прохладнее. Представляешь, какая экономия, сплит не надо. С другой стороны, да, вы уже, наверное, видите, как вы утром выходите, раз тут можно поставить ноутбук, чашечку кофе, пьешь, смотришь, отвисаешь, так сказать, работаешь. МИД видно, да? Нет. Это МГУ. А, это МГУ видно. Ничего себе. И Шаховская башня. А, ну вон, я уже вижу какого-то Павелецкую. Я надеюсь, что этот ролик для многих будет больше как мотивационный. Вот, что могут позволить себе люди, которые много работают и хорошо зарабатывают. А во главе любого подобного сюжета я всегда ставлю на первое место это объективность. Здесь есть свои жирные плюсы. Вообще, даже начать с того, что застройщик достроил. Он вручил ключи. В наше время, несмотря на то, что мы находимся в Москве, это уже круто. Это первое. Второе. Вот рядом с домом есть такая площадка. Сначала подумаем, ну что это такое? А говорят, а здесь должна быть школа. Выделено место под нее. Когда она построится? Вопрос. Ну, в ближайшие там несколько лет, говорят, должна быть. А дальше уже покажет практика. Ну и соответственно, здесь реально нужно 3-5 лет, когда все это дело достроится и уже будет понимание, кто действительно достроился, а кто нет. Когда все заселятся и как начнется реальная жизнь. Потому что, вот казалось бы, только-только ввели в эксплуатацию, уже какие-то вопросы там с водой, еще с чем-то. Это вот со слов Юры мы можем ошибаться. Возможно, было что-то не так, это важно отметить. Поэтому будем смотреть, следить. Но, но посмотрите, какой уровень создают для тех, у кого есть деньги. Цветочки, это собственно можно все растащить будет по этажам или просто растащить. Нет, это из наших подъездов, сюда поставили цветочки пока что временно. Ну и вот, собственно, столики, понимаете, я-то присел, там кого-то ждешь, либо моделируйте сами. Я, конечно, не представляю, как это будет эксплуатироваться. Ну, представляешь, вот прикол, да? Идешь ты домой, а здесь я, короче, с корешем, сижу, рыбку чище, пью-пью. Ну, блин, ну, ребят, ну, нельзя, что ли, ну, пивка мы с рыбкой, почему нет? Присоединиться можно? Ну, вот, прикинь, правда, сначала идет один сел, второй, потом часа через два весь подъезд, тут уже колонка в углу стоит, пум-пум, все заехали. Кто-то с вином, тут я пью, не пью, я вот с вином, с оливками, с вином. Ну, ладно, пойдемте на набережную нашу. Ну, конечно, ощущение такое, что мы находимся даже не в квартире, ну, не в доме, а где-то реально в отеле, какой-то бизнес-центр с апартаментами, сюда вот еще не хватает действительно консьержа, который будет стоять такой, здравствуйте, здравствуйте. Кнопочка. Так, ага, чуть не вырвал, блин. Да. Ну, и вот так ты выходишь, как нам расписывал застройщик, и вы попадаете из города за город. Вас встречает легкий бриз речки, приятная атмосфера, где вы можете наслаждаться жизнью с вашими детьми. Хочу добавить еще от себя, мне в одном из роликов написали, вот ты, наверное, ходишь, завидуешь там всем. Ребята, в первую очередь, я человек вообще независливый, я всегда за всех могу только порадоваться, серьезно. Вот как-то поймался на мысли, что к 32 годам я ни разу в жизни никому не завидовал. У тебя вам руку на сердце положат. Молодцы, огромные ребята, купили, будут переезжать ровно туда, куда хотят, глаза у них горят, это видно, довольны, ходят, радуются покупке. Но я вот, когда хожу, смотрю, так вот думаю, блин, хотел бы я здесь жить. Ну, возможно, где-то там на каком-то более высоком этаже, чтобы была терраса, потому что вот у меня душа к террасе лежит. Но опять же, когда ты взлетаешь в коптер, мы видим, что перед тобой будет постоянно стройка. Мне не нравится, когда возле дома вот такая ситуация происходит, что у тебя повсюду что-то строится. Хотя при этом ты находишься на территории своего жилого комплекса, там все чисто, совсем другой уровень. Но в любом случае, пыль, шум от перфоратора, строительных работ, вон с другой стороны, давай просто поменяемся местами. И у тебя здесь вон краны строятся, стройка идет, кипит. Но это город, это такая жизнь. Подчеркиваю, что многие, кто покупают квартиры в подобных ЖК, это как инвестиции, это зарыть денежку. Здесь они жить не собираются, и у них по многим жилым комплексам есть подобные квартирки. Поэтому отдельная история. Ну и вот, утром ты проснулся, выпил чашечку двойного эспрессо и, собственно, отправляешься на работу. Выходишь из жилого комплекса и пошла вся движуха, стройка. Налево пойдешь, 7 минут, и на метро технопарк попадешь. Напротив тебя уже сразу, пожалуйста, винный магазинчик, для того, чтобы ты после работы мог с видом на набережную, с бокалом вина. Вот пьешь ты вино? Я пью пью. Вино я не люблю. Красавчик, красавчик, свой человек. Друзья, в общем, мы приближаемся к нашему логическому завершению. Вот такой жилой квартальчик мы с вами посмотрели. Вам огромное спасибо. Если бы вас спросил сейчас человек, вот вы второй раз приезжаете в жилой комплекс, как выбрать ЖК, на что обращать внимание, дайте от вас в завершении краткий совет. Я, наверное, не смогу дать совет, потому что все-таки это настолько индивидуально. То, что подходит нам, то не подойдет кому-то. Ну и, соответственно, наоборот. Поэтому нужно выбирать исключительные своих предпочтений. Просто, мне кажется, нужно выписать плюсы для себя, минусы, и, соответственно, найти это как то же самое, что, не знаю, найти свою вторую половину. Всегда есть плюсы и минусы, но нужно найти свои плюсы, которые будут перевешивать минусы. Вот и все. Когда планируете заехать? Планируем в декабре. Под Новый год. Под Новый год. Итак, ребята, еще один сюжетик падает нам в копилочку. Мы с вами продолжаем знакомиться с недвижимостью, с городом, с жизненными историями людей, которые показывают и мотивируют многих из нас стремиться к большему, к лучшему. Поймите правильно. Снять какой-то негативный сюжет. Ну, я, естественно, сделаю, чтобы у нас всегда был контраст. Позитивный, плохой, позитивный, плохой. Будем пока с нам разные вариации. Но ведь многие люди хотят видеть тоже больше доброго, нежели чем какого-то негатива, страшного. Напоминаю вам, что есть телеграм-каналы, в которые вам необходимо подписаться, потому что там выходят все новые сюжеты, анонсы. Отписаться вы всегда успеете. Два клика в первом закрепленном комментарии, и вы сотрудник нашей группы. Короче, не добавить, не убавить, а значит, всем пока-пока.